Музыка Как известно, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 114 подтвержденных случаев инфицирования. 72 человека госпитализированы, 37 выздоровели, четверо с начала пандемии умерли. В целях поддержки покупательской способности населения в период снижения их доходов в торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована». По словам исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, реализация этого проекта – это общая работа всех участников продовольственного рынка региона, направленная на определенный результат сохранения социальной стабильности. Товары, цены на которые зафиксированы, являются самыми популярными и востребованными среди покупателей. В рамках инициативы товаропроизводителей торговой сети зафиксировали цены на 48 товаров, большинство из которых – продукты питания. Каждый товаропроизводитель самостоятельно определил для себя перечень таких товаров и цену на них, исходя из своих возможностей. Так в фирменных магазинах производителей может быть от 1 до 5 наименований производимой продукции, в торговых сетях их может быть порядка 30. Товары, участвующие в данном проекте, они будут выделены ценниками различного, возможно, цвета, но на них будет единый слоган – цена зафиксирована. Это говорит о том, что цена на данные товары будет зафиксирована до 1 августа текущего года. Проектом предусмотрено установление фиксированной цены до 1 августа 2020 года на различные виды товаров, таких как хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, масло сливочное, яйца, продукция переработки, соль, мука, макаронные изделия, йогурты, чай, кофе, соки. К реализации социального проекта уже приступили 5 торговых сетей – «Слата», «Багира», «Экономия», «Командор», «Удача» и фирменные магазины 8 товаропроизводителей. Всего около 300 торговых объектов в 14 муниципальных образованиях Иркутской области. Ведутся переговоры еще с тремя торговыми сетями и тремя производителями продовольственных товаров. Проект открытый и до 1 августа присоединиться к нему могут и другие участники продовольственного рынка. Мы призываем муниципалитеты подключать торговые объекты, которые находятся на их территориях, к участию в данном проекте. Это любые торговые объекты, индивидуальные предприниматели, организации, любые. В этом проекте могут участвовать все желающие. Этот проект идет на поддержку жителей Иркутской области в такой трудной ситуации, которая сейчас у нас происходит. Социальная акция будет проходить параллельно с ежедневным мониторингом ценовой ситуации в торговых сетях и магазинах. Аналитическую работу проводит служба потребительского рынка и лицензирование по распоряжению главы региона. По данным ведомства, на продовольственном рынке ситуация стабильная. С начала месяца отмечается снижение цены на ряд товаров – говядину, куры, охлажденный творог, жирный, чай черный, байховый, свежие огурцы и помидоры. Решение зафиксировать цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости крупные торговые сети и региональные товаропроизводители приняли на совещании под руководством РИО губернатора Игоря Кобзева по вопросу о ценовой ситуации в регионе. Редактор субтитров А.Семкин